Ты очисти, я здесь пред Тобой Всем благословения Слава нашему Господу Аминь Я рад, что мы снова здесь все собрались Господь благословит нас сегодня И мы верим, что Его присутствие прекрасное на Церковь Божьей здесь, правда? Аминь Слава Богу Он обещал, где двое или трое в Его имя, там Он посреди Поэтому мы в Его имя и собрались Я верю всем сердцем, что у нас Господь пребывает здесь, посреди Церкви Божьей Тогда все возможно верующим Я благодарен Богу за то великолепное послание, которое Он нам дал Благодарен Господу за крест, за Голгофу, за Его славное воскресение И во время прославления я сидел и думал Ну как и не первый раз, уже часто так думал Думаю, Церковь самое прекрасное место на земле Люди ищут рай на земле, знаете, они ищут какие-то острова, найти, райское местечко На земле А я всегда, а я подумал однажды, думаю, Господь Церковь и есть райское место на земле Потому что ангелы Божьи приходят сюда Уходят, здесь присутствие Божье И везде, где Господь, что место свято Аллилуйя Церковь самое прекрасное место Если это, конечно, Церковь в Духе Святом, в Его Слове Это замечательное место, где ты можешь поклониться Отдохнуть душой, услышать от Бога Уйти от всякой земной суеты И просто пребывать здесь И ты чувствуешь, как Его атмосфера, Его присутствие Она просто покрывает все И так на сердце хорошо, верно? Аминь Пусть радость струится из Твоей души Это прекрасно, хвала Господу И благословит вас Господь И хочу поблагодарить за радушие, за такой прием И за общение Слава Господу И мне нравится здесь, хорошая у вас атмосфера И поклонение замечательно Я это не говорю, как стандартные слова А просто говорю так, как есть Аллилуйя Поэтому я люблю говорить то, что у меня в сердце Если мне не нравится что-то, я говорю, а мне не нравится Если нравится, я говорю, а мне нравится Аллилуйя Аминь Как-то не умею я льстить Да и неприлично это святым Хвала Господу Пусть Бог благословит вас И верю, что Бог благословит Вчера говорили мы на тему Если кого-то вдруг не было Руководство водительства Духом Святым И сегодня я хочу продолжить мысль эту Но говорить, к чему вообще ведет это руководство Святым Духом И к чему ведет Святой Дух И основная цель, он ведет нас именно к усыновлению Хочу говорить об усыновлении Позиции сыновей Божьих в Слове на этот день В это время и в теле Иисуса Христа Давайте мы сразу откроем, у кого есть с собой Библия Откройте, пожалуйста, книгу Ефесяна Первая глава Слава Господу Давайте возьмем четвертый стих Так как Он избрал нас в нем прежде создания мира Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви Предопределив Я люблю это слово Предопределив, то есть знал заранее Представляете, это вообще чудесно В Библии сказано Судьба человека от Господа Поэтому Бог предопределил усыновлению То есть это значит неизбежно Если Он это видел прежде создания мира Никакие обстоятельства во времени не изменят плана Бога Аминь Представляете, это великое откровение Предопределив усыновленность в себе через Иисуса Христа По благоволению воли своей Мне это тоже очень нравится Это Его благая воля Вот Он захотел и все Аминь И кто бы ни говорил О брат, ты не достигнешь усыновления Ты должен сделать то и это И все и прочее Или там еще что-то А Писание говорит Он так благоволил Если ты во Христе Иисусе Он так благоволил к тебе Аминь Аминь В похвалу славы благодати своей Которую Он облагодатствовал нас возлюблено В котором мы имеем искупление кровью Его Прощение грехов по богатству благодати Его Какое Он в преизбытке даровал нам Во всякой премудрости и разумении Открыв нам тайну своей воли По своему благоволению Которую Он прежде положил в Нем В устроение полноты времен Дабы все небесное и земное Соединись под головой Христом Аминь Замечательно Это вообще положение Церкви Божьей Соединиться только под одним главенством Которое есть Иисус В Нем мы и сделали с наследниками Бывшими предназначены к тому Повторяю Мы были предназначены к тому По определению совершающего Все по изволению воли своей Аминь Чтобы послужить к похвале славы Его Нам, которые ранее уповали на Христа В Нем и вы услышавши Слово Истины Благовествование вашего спасения И уверовавши в Него Запечатлены обетованным Святым Духом Который есть залог наследия нашего Для искупления у дела Его похвалы и славы Его Аллилуйя Давайте попросим благословения Господа Слава Богу Дорогой Небесный Отец Божий Всемогущий Мы стоим здесь сегодня в Твоем доме Господь Мы просим, чтобы Ты благословил нас сегодня Для небольшого служения Дай нам, Господь, вразумление Дай так, чтобы слово Господь Проистекалось сегодня очень свободно Легко Чтобы народ просто мог легко его слушать И чтобы оно легко входило в сердце И растворялось верой Пусть, Господь, Твой народ будет просто взят Это в небесное присутствие Находясь в небесных местах Благослови мое сердце Используй мой язык Мое сердце, мой разум Используй мое естество Для небольшого служения Благослови каждого И когда закончится служение Позволь, чтобы мы могли выйти радуясь и говорить О, наше сердце горело, когда Ты, Господь, говорил к нам Благослови Твою церковь Благослови каждого из нас От самого маленького до самого пожилого человека Отцов, матерей и всех и каждого Из мужей Твоих, Господь и служащих Словом Твоим в этой церкви Благослови всеми небесными благословениями В Иисусе Христе Мы просим во имя Господа нашего Иисуса Христа Аминь Слава нашему Иисусу Пожалуйста, присаживайтесь Аллилуйя Благословен наш Господь Слава нашему Господу Аминь Слава Иисусу и благословен наш Господь Я верю, я верю, что Господь действительно, как сказался в своем слове, что Он избрал нас еще прежде основания мира И знаете, когда ты имеешь это великое откровение об избрании Не просто ты это прочитал в Библии Не просто тебе об этом кто-то рассказал и ты с этим согласился Но когда ты получаешь откровение своего избрания Это откровение заякоряет тебя твердо в Иисусе Христе Аллилуйя Ты знаешь, по откровению, не понаслышке Ни пастырь это сказал Ни учитель, ни апостол, ни евангелист Ни пророк это тебе сказал Но сам Святой Дух сказал это твоему сердцу Аллилуйя Библия говорит, верующий в Него имеет свидетельство внутри себя самого А неверующий представляет это свидетельство лживым Итак, если ты получил свидетельство от Святого Духа Что ты Сын Божий, Дочь Божья Ты заякорен и ты останешься твердо в слове Иисуса Христа И пройдешь в слове Его весь путь до конца Какой бы человек ни говорил, ты не Божий, ты не спасешься Ты там не дойдешь, ты еще неизвестно как и что Нет, понимаете? Но если есть внутреннее откровение Тебя ничто не поколеблет Ты будешь держаться в слове Иисуса Христа По крайней мере, наше спасение, усыновление, хождение перед Богом Оно на индивидуальном уровне Аллилуйя Царство Божье не идут, знаете, по конвейеру Туда идут лично, индивидуально Ты должен иметь личное взаимоотношение с Иисусом Христом Аллилуйя, ты должен знать Его, как Он знает тебя Аллилуйя Не о Нем знать, не о Нем Иисус говорил, да знают тебя, единого истинного Бога И посланного тобой Иисуса Христа Знать Его, есть жизнь вечная Не о Нем знать, а Его знать Не Его хороков знать Не о Господе знать Не пастыри знать Но знать Его, есть жизнь вечная Аллилуйя, знать Его Это превыше всего на земле. Нет ничего лучшего, чем познать своего Создателя. Алло, все пророки говорят о Нем, все проповедуют о Нем, апостолы, пророки, всегда говорится о Нем, Церковь Божия говорится о Нем, но знать Его, это самое великолепное. И познать Его ты можешь только по откровению свыше, потому что откровение это якорь, это скала. Скала, Алло, и Церковь Божья на откровении, не на интеллектуальном познании и послании, не на примыкании, не на переубеждении, но на откровении. Алло, и если каждый из вас, как Сын Божий, Дочь Божья, он установлен в тело Иисуса Христа посредством крещения Святым Духом, и вы в откровении, вас ничто не сдвинет. Алло, и вас ничто не отлучит от любви Божьей, ни одно проклятие, ни одно состязание против тебя, оно не устоит. Алло, и ты будешь успешен. Алло, и в суде написано, как в Ветхом Завете сказано, и любой язык, состяжающийся с тобой или обвиняющий с тобой, тебя ты обвинишь. Алло, и ты не проиграешь никогда, если будешь держаться Слово Иисуса Христа. Если ты стоишь за Его Словом, Он будет стоять с тобой, Он не отойдет от тебя, Он не покинет тебя, Он будет с тобою. Аллилуйя. Как Он был с Моисеем, Он будет и с тобою. Аллилуйя. Правильно, Иисус Мамину сказал, будь верен Слову Божьему, учись, поучайся день и ночь, и ты будешь успешен. Ни налево не уходи, ни направо не уходи, но держись Слово, которое Бог дал. Аллилуйя. Поэтому это для меня и для тебя, это для всей Церкви Божьей. Бог также дал Моисею послание, убрал Моисея, но Иисусу Навину сказал, раб Моисей умер, но ты поведешь народ, но ты должен взять послание Моисея и с этим посланием пойти в обитованную землю. Аллилуйя. Потому что также послание этого пророка, оно не было только для того, чтобы вывести нас из динаминации. Оно было для того, дано вывести, и оно же вводит посредством святого духа, оно ведет народ в обитованную землю. Аллилуйя. Со мной появляются дофаны Кореи и прочие безумцы. Они говорят, о, похороните пророка в пустыне. И он умер в пустыне. Да, он умер, но не его послание, но не сам святой дух. Святой дух не умирает. Бог меняет сосуды, но он не меняет свое слово и свое помазание. Аллилуйя. 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 Поэтому то же самое послание, которое было дано, оно вывело, и оно же тебя ведет. Аллилуйя. Восьмого послания не будет, ничего другого не будет. Было дано одно послание, и святой дух открыл слово, раскрыл всем печати, всю книгу искупления. Теперь он ведет свой народ в обитованную землю. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог проверяет вас. Бог допускает, чтобы приходили дофаны Кореи и Валаамы, и все прочие начинают говорить, о, Моисей был неправ, там неправ, там неправ, и там неправ. И это не так, и то не так, и у пророка это. Он там оговорился, там ошибся. О, он не так. Я задаю вопрос таким Валаамам. Слушайте, тогда почему Бог с ним стоял так, как не стоит с вами? Почему Бог с твоего служения так подтверждал, как не подтверждает ваше? Неужели должен Бог послать пророка, который вообще понятия не имеет, что несет, а какой-нибудь Вася, неизвестно откуда, зовут его никак, умный, вышкаренный, приходит и говорит, Тут неправильно, тут неправильно, и тут неправильно. Ты что, безумец ты, не понимаешь вообще, как Бог может посылать человека, который является посланником в периоду, и который вообще не понимает, о чем он говорит некоторых вопросов. Да, брат Брандхов не был зоологом, биологом, и все, он там не знал по биологии, зоологии, еще о чем-то. Он даже путал местописания иногда, но он сказал, я не так хорошо знаю Библию, но я знаю автора Библии. Аллилуйя! Аллилуйя! Знать его есть жизнь вечная! Аллилуйя! Аминь! Поэтому мы не теологи, не зоологи, не биологи, мы христиане, аллилуйя, имеющие разум Иисуса Христа. Слава нашему сырю! Благодарю его всем сердцам. Итак, что делает Бог? Он ведет нас, как Авраамова семя, в том же самом исходе. Аллилуйя! Ну, мы как вчера говорили, что Бог оставил нам примеры, когда эти взяли кровь, съели агенца, все сделали. Но запомните, это их не спасло, это только вывело из Египта. Дальше было слово, которое они должны были принимать и подчиняться. То же самое для нас. Мы приняли слово, мы приняли кровь, но мы должны теперь жить словом, и мы должны, не увлекаясь ни налево, ни направо от раскрытого слова, идти строго за ним. Аллилуйя! Идти за ним, потому что это Божий порядок. Библия говорит, Бог не делает ничего, не открыв прежней тайны рабам своим пророкам. Верно? Поэтому Бог дал послание и раскрыл через этого посланника весь план искупления. Аллилуйя! Видите? Весь план искупления. Поэтому, чтобы церкви Божией не сбиться, нам нужно служение разума Иисуса Христа. Как вы думаете, почему проблемы в церквях послания? Почему делятся, разделяются? Один так толкует, другой так. Третий так толкует сам по себе. Из-за недостатка служения разума Иисуса Христа. Но я говорю вам, если каждый из нас будет ревновать, если служители будут ревновать об обитовании на этот день, то само служение разума Иисуса Христа, оно берет Библию, оно берет послание и соединяет вместе. Аллилуйя! Аминь! Поэтому появляются крайние фанатики. Вы знаете, крайних фанатиков полно. Одни говорят, мы проповедуем только из Библии, а другие забыли про Библию, они говорят только послание. Это крайние фанатики. Но церковь посередине, что делает Святой Дух? Он взял послание. Послание вышло из Писания. И поэтому Святой Дух берет послание и соединяет с Писанием. И преподносится на откровение для церкви, как откровение самого Святого Духа. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот ты скажешь, у меня никаких нету этих и тех, мне по... Сам Бог мне открывает тайны, согласен. Но Сам Бог, Он не придет к тебе лично без послания и не будет тебе открывать тайны в Семи Печати. Лично не будет тебе какие-то другие вопросы показывать. У Него для этого есть пророки, которые это приносят, а остальные входят в это откровение. Аллилуйя! Это порядок Божий. Иначе Бог бы не создавал, не делал бы апостолов, пророков, пастырей. Да, аминь! Иначе всем, всем спонтанно, знаете, приносил бы, понимаете, там в одном городе ангелы пришли. Что, сынок, вот тебе откровение Семи Печати. Это белый всадник, это тот, третий раз пришел к другому и сказал то же самое к третьему. Он действует так, но не на таком уровне, понимаете? Не касаясь глобальных вещей, касаясь лично каких-то, ну, боль таких вещей. Он, да, он так и действует, Святой Дух, но относительно Семи Печатей, относительно книги Откровения, нужно было пророческая проницательность, чтобы войти в Откровение, аминь, и преподнести это Откровение для тела Иисуса Христа. Да, остальные входят в этот труд, пастора, учителя, апостолы, евангелисты, они входят в это Откровение и двигаются в этом Откровении. Аллилуйя! Это Божий порядок. Иначе у него не было бы Апостола Павла, у него не было бы Петра, он не взял бы 12, верно? Не взял бы. Но он взял 12 людей, 12 мужчин, которые должны были пойти по земле и проповедовать Откровение, а остальные в него входили. Аминь! Аллилуйя! Видите, Бог действует на индивидуальном уровне, но также Бог действует, принося Откровение через своих служителей. И написано, вера отслышания Слова Божьего. А должен быть кто-то послан, чтобы тебе его принести. Аллилуйя! И когда ты его услышал, ты должен пойти в тайную комнату и попросить у Бога Откровение. Аллилуйя! И когда Откровение Святой Дух приносит тебе, оно тебя заякоривает, и тогда тебя ничто не сдвинет. Аллилуйя! Ты заякоренный верующий. Ты неколеблемый ветром учения. Зачем Бог ставит пастырей, учителей, апостолов? Для созидания тела Иисуса Христа, чтобы мы не были колеблемы всяким ветром учения. Полуканством человеков. Слышите? Аллилуйя! Потому что Святой Дух так усмотрел, что Он утверждает церковь и сплачивает ее вокруг Иисуса Христа посредством этих даров. Люди говорят, мне не нужен учитель, мне не нужен пастырь, святой Дух мой пастырь. Иисус Христос мой пастырь. Зачем мне человек? Зачем мне этот евангелист или учитель? Святой Дух мой, учитель! Замечательно! А зачем твой учитель сказал, я ставлю учителей, если он сам собрался быть твоим учителем? Если он сам собрался быть твоим учителем, пастырем и это, для чего он сказал, я еще кого-то поставлю. Да потому что он Духом Святым пасет свою церковь посредством своего слова. Аллилуйя! Аминь! И когда отца пошла куда-то на сторону, а это очень часто бывает, среди верующих нужен помазанный дар, или в церковь заходит лжеучение, не каждый брат или каждая сестра может различить, может разоблачить, может на врага, может взять его и ударить. Не каждый брат может возвысить голос за истину, но Бог берет специальные сосуды, которые могут это делать и выступать на врага смело. Аллилуйя! Аллилуйя! Для этого нужно определенное помазание, если приходит какое-то учение, течение, непонятная ли заварушка в церкви, должен быть помазанный слуга, который может мудро по слову расставить все на свои места. Аллилуйя! Да, аминь! Аминь! Аллилуйя! Нужны дары, нужны определенный талант, нужна определенная способность, чтобы людям показать и доказать, где находится истина. Да, аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Это истина, благословен Иисус. Итак, посредством мы сыны Божьей Авраамова семя, Бог послал в наши сердца Святой Дух, который говорит в нас о Воочи. Поэтому мы не рабы, аллилуйя! Мы не рабы греха, мы не рабы неверия, мы дети Божьи, аллилуйя! Мы рабы Божьи, аллилуйя! Итак, дорогие мои, говоря об усыновлении, прежде чем церковь будет усыновлена во всей полноте, прежде чем мы будем проявленными сынами, мы должны быть его рабами. Аллилуйя! Раб Божий, прежде чем проявленный сын, ты его раб, аллилуйя! Который не имеет своей воли, не имеет своего желания, но раб исполняет волю своего Господина, аллилуйя! Если мы сыны, то мы наследники и сынаследники Христу, по этой причине мы пережили новое рождение, потому что мы были сынами Божьими, ведь только семя Божье может родиться заново, аллилуйя! Иначе там нечего оживлять, слышите? Если человек не семя, там нечего оживлять, ты его не оживишь, к слову, оно ему безразлично, не оживишь. Но мы смогли родиться заново, благодаря тому, что мы являемся семенем Божьим, прежде создания мира. Поэтому, когда на тебя сошел Святой Дух, Он убрал мрак из души и просиял в твою душу, и это семя пошло к свету, и ты проявился, как Дитё Божье, аллилуйя! Он убрал эту шелуху от тебя и просто вывел тебя на свет, аллилуйя! Изменил твою душу, изменил твою натуру, изменил твой характер и сделал тебя новым творением в Иисусе Христе! Аминь! Аллилуйя! Вот почему эти внешние, они удивляются, это не такое, как они. Они смеются над тобой, но Писание говорит, они получат свое возмездие, наказание за это, но вы не участвуете с ними в ихнем распутстве. Вы другие люди, Дух, который в нас, это не Дух мира этого мы приняли, но мы приняли Духа Святого, который не сообразуется с этим веком и миром, но сообразуется со Словом Божьим и делает так, что обновляет наши умы и наши сердца. И поэтому твое мышление становится подобно мышлению Иисуса Христа. Ты не мыслишь, как обычный мужик с улицы, ты не мыслишь, как обычная женщина с улицы, ты мыслишь разумом Иисуса Христа при полном соединении с Ним, как написано, соединяющийся с Господом, один Дух с Господом. Вы хотите с Ним соединиться? Я да. Я хочу быть одного Духа с Господом. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Поэтому не через перерождение мы стали семенем, не через крещение или еще как-то, но мы были всегда семенем. Аминь. Слушайте, дорогие мои, когда мы жили во грехах, в блуде, в миру, в пьянстве, кто-то в наркомании, кто-то был просто мирской, может, ты был даже просто дитя верующего родителя, и ты как бы держался в благочестии и так далее, но на самом деле, каким бы ты ни был в своей жизни, ты был дитем Божьим от самого начала. Аллилуйя. Ты был дитем Божьим всегда, даже когда ты этого не знал, но Бог знал, что ты его дитя, и когда мера твоих грехов наполнилась, Бог сказал, хватит, я останавливаю это, теперь ты будешь служить мне до конца жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну, я люблю, мне нравится быть его рабом, добровольным рабом. Я с удовольствием протяну свои руки к нему, протяну свои ноги и скажу, Иисус, пусть мои ноги ходят твоими путями, вот мои руки, пусть твои наручники Верхового и Нового Совета будут на этих руках, пусть твои удила будут вот здесь, в этих устах, чтобы этот язык не говорил ничего, кроме Слова Божьего. Пусть эти уши принадлежат Богу, пусть они слышат только голос Божий, мы руки для дьявола. Аллилуйя. Некоторые христиане дьявола слушают, ой, дьявол мне сказал, повесишься, дьявол мне сказал, убью всю семью, дьявол это, дьявол то сказал, да мне плевать, что он сказал, главное, что сказал Бог. Это единственное, что имеет силу в своей жизни, это то, что сказал Бог. Мне все равно, что я сказал, мне все равно, кто что сказал, но мне не все равно, что сказал Бог. Что ты так говоришь, сам не знаю, это просто внутри, аллилуйя, потому что мне все равно, кто что сказал, главное, что написано в этой книге, а тут написано, небо и земля пройдет, но Слово Мое, говорит Господь, не пройдет. Аллилуйя. Как же брать Женя, я согрешил, у меня есть проблема, ты не знаешь моей внутренней проблемы, я не знаю, Бог знает, а Он сказал, покайся, исповедуй, и кровь, иисус, омоют тебя от всякого греха. Аминь. Нет, этот демон, ну ты что ли, ты в невесту собралась? Посмотри на себя, иди на себя в зеркало посмотри, сейчас пойду, сатана, вот мое зеркало, буду на себя смотреть. Аминь. Аллилуйя. Иисус, вы хотите быть красивыми, кто хочет? Посмотрите в зеркало, тут чудесный рецепт есть, аллилуйя. Братья, хотите быть хорошими, посмотрите сюда, аллилуйя. О, слава нашему царю, я не знаю, но если б не эта книга, оживленная святым духом, не знали, где была моя жизнь. Ни одна литература мировая не способна изменить твою жизнь и привести ее в святость. Ни одна. Да, аминь. Но это слово меняет миллионы. Аллилуйя. Как такое может быть? Человек был вором, рецидивистом, убийцей, женщина-проститутка или наркоманка, не имеет значения. Но после того, как это слово касается, оно меняет изнутри. Слава тебе, Господи. И это сверхъестественно. Аллилуйя. Слава тебе, Господи. О, я помню себя, я был такой рук-н-ролльщик, такой парень, горячая голова, но оно у меня и сейчас не холодное. Аллилуйя. Я был такой, знаете, ну, я любил грех, мир и все веселья, гулянки и прочее. Любил повеселиться и все прочее. Но однажды, когда я услышал его слова, я помню, как я в армии был, и первый раз мне Библия попалась. Нас на 23 февраля солдат в форме пригласили в детский садик, и там дети, воспитатели накрыли нам столы. И там, знаете, для солдата после перловки, вау, домашняя еда. И нам подарки сделали. И у нас было четверо, по-моему. И нам подарили маленький, не знаю кто, но я так понимаю, кто-то из воспитательниц был верующим. Маленькие новые заветы были, синенькие. Мне так было приятно. Думаю, я возьму, буду читать. Мне так было интересно, как они жили там в древности, как они ходили и все прочее. Ребята куда-то выкинули свои эти заветы, которые им дали. А я сохранил, даже домой с армией привез. Мне было интересно. Я читал. И когда я читал, я сказал, слушай, мне нравится, как он говорит. Мне вообще нравится. Я смотрю на себя внешнего, а внешнее все не то. Но я смотрю, и знаете, слово стало показывать мою настоящую внутренность. Настоящее мое содержимое. И я смотрю, да я совсем другой человек. Потому что то, что я читаю вот здесь, оно просто с моей внутренностью. Я еще и пил, и курил, и все прочее. Но я читал, я так хочу, слушай. Мне нравится то, что он здесь говорит. Мне просто нравится. И слово начало постепенную внутреннюю работу. Я пришел еще целый год, побегал, погрешил и все прочее. Но потом Бог сказал, все, стоп, хватит, аллилуйя, остановись. Он сделал так, что просто все начало меняться вокруг моей жизни. И за 12 лет я не жалею, что я христианин. Не жалею. Я всем говорю, я 12 лет верующий, мне мир не интересен. Я еще больше хочу быть в Иисусе Христе. Еще больше. Потому что это моя единственная цель, ради которой я хочу жить. Это самые лучшие. Потому что мы не родились для того. Родился в школу, пошел в садик, в армию. Пришел с армии, построил дом, посадил дерево. Взял жену, родил детей и скончался потом. Нет, для меня это расписание жизни не устраивает. Я хочу жить для Иисуса Христа. И настоящий верующий это тот, который живет для Иисуса Христа и для его людей. Аминь. Аллилуйя. Не только все мне, 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 все мне, мне, все мне. Мое. Только для меня. Остальные сами пусть там. Нет, но христианин, он живет для других. Аллилуйя. Аминь. Я благодарю тебя, Господь. Поэтому мы были семенем прежде создания мира. И посредством нового рождения, и по его благодати мы получили дух усыновления. И так, всякий рожденный от Бога, он рожденный от нетленного семени Божьего и является частью Бога. И потом мы усыновляемся, принимаемся в сыны Божьи благодаря крови Божьей через Иисуса Христа. Аллилуйя. Да, именно, я скажу, кровь Божья. Вы знаете, появляются, и у вас тут прилетали эти товарищи, и я там с ними воевал немного. А у Бога нет крови, у Бога нет крови, нет. Я говорю, да, нет, Бог есть дух, у него крови нет. Откуда у него кровь? У него и желудка нет, и пищеварительного тракта у Бога нет. Нет у него, откуда? Бог есть дух. Но когда он изрек слово, сеть девственница примет в чрево и родит, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог, а не просто человек. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Поэтому что делает Бог? Он приобретает плоть и кровь. Поэтому кровь Иисуса была человеческая кровь, человеческая, потому что у нее не ходила там какая-то другая. Но это была сотворенная Богом кровь, это была Божья плоть, это была Божья душа, потому что Бог стал человеком. Человеком стал Бог. Аминь. И написано, слово стало плотью. Я отвлекся от темы, но я это все равно задену. Так вот, Бог, Он больше, Бог вообще-то автор биологии, зоологии и всего. Бог вообще задумал, как должно быть оплодотворение и вся прочая система. Так вот, Бог знает, что в каждого человека вошел закон греха и смерти. Аминь? Аминь. В смысле грешения? Да. В каждого. И каждый негоден. Ни один негоден. Написано, нет делающего добро ни одного, все наша праведность, как запачканные одежды, всех беззаконие родились. И Давид говорит, беззаконие родился, а грехе зачатый, все остальное. Аминь. Аминь. О человеке сказано, Иисусе Христе, святое. Может ли от святого родиться не святое? Потому что плоть и кровь Иисуса Христа была рождена от святого духа. Аминь. Не только его душа была от святого духа. Не только его был дух. Но его плоть, вот это плоть его, была зачата святым духом. Аминь. Может ли в утробе Марии, в которой яйцеклетки закон греха и смерти, представьте, Бог знает, что каждый человек носит в себе этот вирус, грубо говоря. Каждый. И от этого вируса нужно избавление. Потому что это всех подвело под проклятие, всех подвело под уничтожение. Написано, водами все согрешили и умерли. Все. Аминь. Все поколения умерли. Поэтому как семя змея имеет в себе закон греха и смерти. Дети Божьи. И все грешат в плоти, потому что грех властвует в плоти. Правильно? Но семя змея живет греховым и наслаждается. Это их поросячья натура. И они любят это. Но ты живешь в таком же теле, в котором и семя змея живет. И у тебя внутри борьба. Ты грешить не хочешь. Тебе грех противен. Но твои плотские глаза, уши это все влечет. Потому что плоть от мира, плоть от земли. А земля проклятая. Все под проклятием. Поэтому, чтобы искупить, нужен был один и непорочный. И теперь, представьте, Бог, который все сотворил. Все процессы зачатия, всего остального. Бог знает, что яйцеклетка Марии также поражена законом греха и смерти. Девственница, она не девственница, а роль его вообще не играет. У нее это есть. И теперь Бог знает. Теперь, смотрите, что получается, если кто-то заявляет, что Иисус Христос имел в себе закон греха и смерти. И что его кровь была вообще-то никакая. Ну, а простого обычного человека. Да извините, тогда чем мы спасены? Вообще непонятно. Зачем тогда кровь, кровавая жертва и все остальное? Непонятно. Поэтому, что делает Бог? Он сотворяет женскую яйцеклетку. Не знаю, кто во что верит, а я так верю. Аллилуйя. Потому что свет и тьма, Библия говорит, не смешиваются. Бог не мог взять то, что от дьявола. Закон смерти от кого? От дьявола. Тогда кого вы делаете Богом? Вы берете изреченное семя, потому что Бог изрек семя, и это было семя слова. Это не от мужчины вышло семя. Это было высказанное семя. А семя Бога это слово. Это не имело общего ничего с мужским семенем, который несет в себе закон греха и смерти. Даже самый святой брак, самый наисвятой зачатие в наисвятейшем браке является порочным. А что вообще такое порок? Это не то, что женщина нагуляла. Порок это и есть закон греха и смерти является пороком, который входит в человека, и этот порок в его теле. У одного в одном проявляется, у другого в другом. Понимаете? У каждого все равно вылазит в чем-то. Понимаете? У каждого человека вот откуда все эти маньяки, прочие воры, убийцы и прочие. Нет освобождения. Понимаете? Хотел бы человек не делать, да делает. Понимаете? Глаза не хотят, а руки делают. Правильно? Все. Это порочность, проявляющая от этого закона. И что делает Бог? Представьте, если бы Он взял и смешал эти яйцеклетки, яйцеклетку порочную. Может ли Бог вообще, непорочное слово, гибритизировать с тем, что делает? Дьявола. Кого вы делаете вообще из Бога? Вы что думаете, Бог, который есть свет, может смешаться с тьмой? Нереально! Нереально! Бог есть свет, у Него нет ничего общего с тьмой. Бог есть святость, Бог чистый Бог, Бог непорочный Бог. И написано, что общего у Христа и Вильяра, и Вильзевула? Ничего! Ни в душе, ни по духу, ни по плоти. Бог, который есть свет, не может взять слово и смешать его с тем, что от дьявола. А знаете, кто это может делать? Люди поврежденного ума. Люди поврежденного ума всегда берут оригинальное слово и смешивают его со своим порочным умом. Возьмите слово Бога и мысли порочного человеческого разума. Вот как возникают динаминации, организации, проклятые лжеучения и прочая ерунда. Потому что это слово не порочное. Это чистое слово от Бога. Но в плотской голове, в порочной, дурные мысли, фантазии и прочая ерунда. И как возникают организации, человеческие мысли смешиваются с непорочным словом Бога и рождаются гибриды. А все гибридное искуплению не подлежит, не оригинально. Поэтому Бог не мог в утробе Марии смешать закон дьявола, смерть, с тем, что с законом жизни. Это два несовместимых закона. Это не смешивается. Бог никогда не смешает себя с тем. Аллилуйя. Поэтому, когда родился Иисус, Он был назван святым. Поэтому написано слово. Вначале было слово, и слово было у Бога. И слово стало плотью. Вы можете себе представить, что был логос, который сотворил небо и землю. И все прочее, все, что существует, видимое и невидимое. И теперь представьте, логос становится плотью и, извините за такое выражение, породнился с проклятым. Соединился. Абсурд полнейшее. И безумие. Иисус был святой Божий. Аллилуйя. Святой. От непорочного зачатия. Непорочное. То есть, в нем не было закона, греха и смерти. Он в нем не участвовал. Поэтому Иисус был и есть слово. Аллилуйя. Ставшее плотью. Я благодарю его всем сердцем. Аллилуйя. Итак, посредством его жизни, его святого духа и крови, он приводит нас к усыновлению и проявлению славы сыновей Божьих. Аллилуйя. Итак, мы усыновляемся и принимаемся как сыны благодаря крови Божьей, которой был сам Бог. И он стал плотью для того, чтобы умереть за свою искупляемую семью. Теперь мы поверили в слово истины и запечатаны в нем обитованным святым духом, который есть залог нашего наследия для искупления его удела. Аллилуйя. Поэтому зачаток духа Божьего, это печать Божья, это залог того, что Бог тебе передает все в наследие. Аминь. Все в наследие. Поэтому святой дух, это только часть, это залог. Но мы не останавливаемся на залоге. У нас есть наследство, как у сыновей. Если сын, значит наследник. Аллилуйя. Я это сравниваю с тем, представь, ты живешь всю жизнь нищий, у тебя нет ничего в доме, или у тебя вообще нет дома. И вдруг ты нищий, вы понимаете, да, что такое? И представь, вдруг тебе приходит вестник с документами юридически, официально, и говорит, Вася, понимаешь, у тебя оказывается парадословное где-нибудь за границей или в той же России, не имеет значения. В общем, мы нашли твоего миллионера-родственника, у которого миллионы долларов на счету, огромный дворец, слуги, служанки, огромный бизнес и все остальное. Первое, верно? Что происходит? Тебе только нужно подписаться под этим документом. Аминь? И что происходит? Ты получаешь документ. Ты юридически являешься наследником. Может, ты стоишь в лаптях, ободранный, немытый, небритый, с неприятным запахом, но потенциально, ты владелец всего. Знаете, что тебе остается? Привести себя в порядок и переехать в другой город. Вам это ни о чем еще не говорить? Может быть, мы тут выглядим как оборванные. И может, наша жизнь еще какая-нибудь полунищая, я имею в духовном смысле, или еще. Но когда Бог передал нам этот документ, мы под ним подписались. Единственное, церковь, что остается тебе и мне, это переехать во дворец. Ну, во дворец ты не поедешь. Немытый, невыбритый, не одетый. Во дворец ты не переедешь, как женщина окрашенная, разукрашенная, стриженная, в коротких шортиках, в просвечивающейся юбке, вульгарная. И как мужчина, ты тоже такой туда не переедешь. То есть, чтобы тебе туда переехать, тебе нужна хорошая баня. Аллилуйя. Несмотря на то, что ты наследник, тебя нужно отпарить и отмыть. Аминь. И поэтому, что делает Бог? Мы еще не во дворце, но он нас отпаривает и отмывает баней своего слова. Аллилуйя. Церковь нам единственное, что остается, это переехать во дворец. И слуги Божьи, которые являются ангелами, они здесь, чтобы это облако Святого Духа подхватило нас и перевезло во дворец нашему жениху. Аллилуйя. Нам нужно во дворец переехать, верно? Слава нашему Царю. Поэтому, когда мы приходим в Дом Божий, Церковь Божью, мы говорим, давай, Господь, отпаривай меня, потому что я хочу быть на встрече с моим Господином. Я хочу благоухать для Него. Я хочу быть ароматной для Него. Я хочу быть привлекательной для Него, как песни песней. Аллилуйя. Аллилуйя. О, аминь. Ты сразу должен забыть все. Слушай, забыть все. Забыть все подворотни, все помойки, всю грязь, всю ерунду. И ты должен отпариться, чтобы прибыть в присутствие твоего жениха. О, я к нему хочу. Аллилуйя. Пусть он нас отпаривает. Аминь. Аминь. Итак, наше усыновление, это не то, что рождение, но это размещение. Сначала вы рождаете Царство Божье Святым Духом, вы предопределены к усыновлению, к размещению. И мы становимся детьми от рождения. Но новое рождение и самообращение, это Святой Дух. Пока вы не получите Святого Духа, вы не обращены. На самом деле вы являетесь сыном, как только рождаетесь. Однако наследник пока в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Аминь. Церковь. Мы господа всего. Яров, ты че это вообще? Какой ты тут господин всего нашелся? Ты че? Не слишком ли тебя занесло? Нет, апостол говорит. Наследник пока в детстве ничем не отличается от раба. Девятя, да ты же рад какой-то. Ну да, но внутри я наследник, аллилуйя. Я обладаю всем. Павел говорит, мы ничего не имеем. Мы нищие, но всех обогащаем. Мы ничего не имеем, но обогащаем. Аминь. Это духовное богатство. И мы наследуем все, что в Царстве Божьем. Аминь. Замечательно. А самое лучшее, мы Его наследуем. Это Он. Самое лучшее, это не то, что Иисус имеет. А самое лучшее, это Само. Я уже говорил, мне все равно. Не знаю, как вам, это мое свидетельство. Мне все равно, как там будет в Царстве Божьем. Мне все равно. Потому что я туда хочу не ради того, чтобы посмотреть, как там. Хотя там будет великолепно. Но меня интересует Он. Больше всего мне интересен Он и те, кто уже там. Мне хочется поговорить с ними, Моисей. Ну расскажи, как же ты там все терпел, а? Авраам, ну как ты там ходил по пустыням, а? Там, понимаете, Адам, Ева, поговорить с ними, поговорить с Енохом, поговорить с Павлом, поговорить с Петром, поговорить, я не знаю, с Марией. Мне хочется поговорить с этими людьми. Как же они, понимаете? Ну как у вас там было все? Мне это интересно. А не то, что вокруг. Знаете, я даже когда куда-то еду, в разных городах бывает, иногда, ну, кому-то, ну, хочется, ну, как бы это естественно, ну, пойдем мы тебе прожжение покажем, ну, наш город покажем, или это, если хочешь. И я ориам, мне все равно, какой тут город. Меня город вообще не интересует. Меня интересует дело Божье. Аллилуйя. Видите? То есть, когда мы ставим Бога на первое место, поэтому меня не очень интересует, что там будет, но меня интересует Он. И я верю всем всем. Аллилуйя. Мы должны жить. Я всегда говорю, есть два самых лучших момента жизни человека на земле. Какие могут быть? Первый момент, это твоя личная встреча с Иисусом Христом. Самый лучший момент. И второй момент, самый лучший, это личная встреча с Ним на облаке. Теперь, между этими двумя промежутками, дорогие, стоит страдать, терпеть лишения и все остальное. Стоит воевать, стоит сражаться, стоит бороться, стоит жить ради второго момента. Если ты не имел еще первого момента, я призываю тебя искать лица Божьего. Но если ты имел первый момент встречи с Ним, живи ради второго момента. Когда твоя плоть преобразится, живи ради этого. И Бог тебя вознаградит. Аллилуйя. Видите? Аминь. Итак, мы сыны Божьи. После того, как он занимал позицию, когда он доказывал, что он сын, он размещался в наследии. Итак, раньше у него это было только на бумаге. Как сегодня очень много у верующих, которые только могут ссылаться, говорить и так далее. Это только на бумаге. Но это должно войти в проявление, чтобы это не было на бумаге и на языке, но это воплощается в жизни. Но чтобы быть усыновленным сыном, нужно доказать себя верным в деле Отца. Верным, как Иисус Христос. Он доказал себя верным в деле Отца. И Бог даже продемонстрировал этот пример с усыновлением, когда поднял его на гору. И в присутствии учеников одежды Иисуса преобразились, и голос сказал, это мой сын возлюбленный, его слушайте. А они там, хоть и апостолы, дети Божьи, сразу в помазании, в присутствии Святого Духа, понимаете, у них даже там неверное мышление. В присутствии Божьем. Давай им кущу, говорит, строить. Тебе, мне, Моисею, Ильею. Аминь. И что мы сегодня слышим? Мы можем видеть кругом много кущей. Куща, брата, от такого-то. Куща, брата, от такого-то. Куща, брата, от такого-то. И мы слышим разные голоса, противоречащие друг другу из разных кущей. Ну, когда сходит Господь, Он говорит, угомонитесь. Сын мой возлюбленный, Иисус Христос, Слово Божье, его слушайте. Но некоторые, входя в присутствие Святого Духа, строят себе кущу. И говорят, это наша. Ты с нами, или ты не с нами? Если ты не веришь, как мы, если ты не принадлежишь нашему клону, ну так не говорят, но так и есть, мы с тобой не сотрудничаем. Это наша куща в присутствии Святого Духа. Я был в одном городе, и мне сделали допрос, я братьям свидетельствовал. Я пригласил одну церковь, знаете, ну там две церкви было, но я в одной проповедовал, захотел сходить в вторую, послушал пастора, и у меня мысль появилась, я говорю, брат, можно у меня, у тебя хорошая пропасть, у меня есть продолжение к твоей проповеди. Он говорит, брат, сначала я тебя испытать должен. Я говорю, замечательно, давайте, испытывайте. Я согласен, я люблю, когда меня испытывают, ничего страшного, не вредит. Я не боюсь вопросов камерзных испытаний. Давайте, испытывайте, назначили мне встречу пятеро или семеро против меня одного. Ну, еще страшного. Я ответил на все их вопросы, они ко мне не смогли придраться, но они сказали, а почему ты не с этими и не с теми братьями? А почему я должен быть с ними? Через какого праздника? А вот если ты не с ними, у нас не появляйся. И что это? Кущи. Это кущи. Понимаете? Когда суверенитет по местной церкви нарушают, знаете, пророк говорил, сидят эти конюки и пастора на телефонных проводах и ждут, звонят. О, брат, такое-то, что мне делать? Церкви! Можно это сделать? Можно то сделать? Можно или то сделать? Пророк вас назвал? Конюки. И все, кто там слушает меня, вы конюки. Если вы не знаете, что вам в церкви делать. Конюки. Свои слова не заберут. Так, пророк сказал, на которого вы убываете. Конюки. Что, у церкви нет святого духа? И сегодня николаиство какое-нибудь заявляется? О, и никто из шага не сдвинется без воли и взволения чьей-нибудь плоти и крови. А у вас что, святого духа нет? Однажды, приведу пример. Извините, я тут что-то распыхался. Однажды мои проповеди дали в церковь. Один брат отослал в одну церковь послушать. Так, послушайте внимательно. Там церковь без залетного пастыря, залетного, даже не прикоснулась к тем, чтобы проверить мои проповеди по слову. Вы можете, как можно людям мозги запудрить, что у них нет никакого развлечения, никакого святого духа, что они без залетного, который раз в два года или в два месяца заезжает, обстрижет их. Вы знаете, да? Где нет пастыря, существуют залетные орлы такие или конюки, не знаю, как их назвать. Залетные. Чисто заехали, залетели, десятину сорвали, десятину и пожертвования, так знаете, мощными своими орлиными в кавычках лапами. Залетел, схватил и понес. Две коробки схватил и попер с ними, полетел. Понимаете, и все. Это маразм конкретный. Что, у людей нет святого духа, и они даже не взяли в дивиди, не воткнули проповедь. Ну давай мы испытаем, проверим этого сейчас проповедника. А почему бы нет? Дух Святой сказал в книге Откровения, в ефистский период церкви, ты испытал тех, которые называют себя апостолами. А какое право мое, что дня полно, апостол такой, пастырь такой, сикорь, и все они, не испытывай меня, не проверяй меня, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Проверь, испытай, аллилуйя. И настоящий Сын Божий выдержит проверку Словом Божьим. А если он завизжит, запищит и сразу неизвестно, человек, вылетит пуля, так, какой же там апостол, который не может выдержать испытания. Но первая церковь испытывала любое, любое учение, которое залазит и приходит. Аминь. А себе привыкли. Ой, разве можно у брата спрашивать или еще что-то? Я даже не последился в одном городе, приехал, не буду имен называть. Просто привожу примеры. Ой, знаете, как меня там потом погоняли. Ну не то, что меня не загоняешь особо. Ну проповедовал один проповедник, проповедовал, хорошую проповедь сказал по посланию, не русский проповедник. И пастырь сказал после проповеди, вы можете задавать вопросы. Ну и отдай, да и задай вопросы. Брат, как ты принял Святой Дух? Ты служитель, миссионер, ездишь. Как ты принял Святой Дух? Некорректный вопрос я задал. Ну, я не знаю, как я его принял. Он послание я принял. Ну ладно, неудовлетворительно. Как тебя Святой Дух призвал на служение? Расскажи. Ну, как-то это спонтанно было. Или еще. А, и какое ты последнее чудо видел от Господа? Ну, приехали. Ой, и меня потом обвинили. Ты что такие вопросы задаешь некорректные в присутствии всех? Я говорю, а что, как что некорректного? Я что, спросил, чем он занимается с женой в спальне? Я спросил, как тебя Бог призвал и поставил. Что тут некорректного? А если ты служитель от Бога, ты знаешь, как Бог тебя поставил и призвал. Ты знаешь это. Аминь. Ты не просто вышел поболтать теперь эту информацию, которую ты начинался за годы. Ты, как слуга от Бога, служитель, это тот, которому Бог ставит ангела в служении. И посредством ангелов приносит слово. Аллилуйя. И слуга говорит слово от Бога помазанное, а не лекцию. Церковь, нам не нужны лекторы. Нам нужны помазанные. Со служением разума Иисуса Христа. Аллилуйя. Нам не нужны болтуны. Нам не нужны залетные. Нам нужны помазанные. Аллилуйя. Которые могут церковь Иисуса Христа прилепить. И благодарите Бога. Если у вас есть помазанные служители, имеющие мудрость, которые могут бесов ставить на свое место. Аллилуйя. Если они могут сражаться за истину. Аминь. Настоящий пастух это не тот, который прячется за овцами, как за живым щитом. Настоящий, когда волки, он не прячется. Знаете, овцы в кучу сбились, а он в середину не лезет. Он вокруг них. А знаете, какой он может быть яростный на волков. Это в церкви иногда привыкните. Милый такой пастыр, улыбается овцам. Аллилуйя. А как посмотришь с другими братьями. Ну слушай, ну чуть ли не живодер. Ну так их лупят Словом Божьим. Ой, разве это пасты? Он же должен быть нежный. С вами да, а с волками нет. Аллилуйя. Видите? Аминь. Итак, Бог хочет поставить нас в позицию. Но после того, как он поставил, был поставлен на свою позицию, сын, он ведет жизнь победителя, каждый день победа. Он имеет власть над силами тьмы. Аллилуйя. Но в чем проблема сегодня слишком много младенцев в церкви? Хотя Павел говорил, по времени вам надо быть уже учителями. То есть мы должны быть такими христианами, которых надо учить постоянно младенческое, молочко младенческое, нянчить нас, улюлюкать нас. Приходи в церковь, сестра. Брат, ну давай же помолимся. Сестра, понимаете? Нет. Но мы должны быть мужами. Мы должны расти. Аллилуйя. Мы должны расти. Мы должны быть самостоятельными. Я имею в виду, как взрослые, зрелые христиане, которые могут стоять твердо на своих ногах. Видите? Которые могут сами держать меч. А? Да, аминь. Или вы думаете, что служители будут за вас мечом махать до вашего восхищения, и вы на их спине туда поедете? Да не будет так. Вы должны научиться держать меч. Там не сказано, он вашему пастору, апостолу дал щит, шлем и все остальное. Сказано в Ефесянам, он дал вам. И ты должен научиться вести войну в своем личном сражении, как сын и дочь Божья. Аллилуйя. Видите? Я всегда говорил, мир говорит, один в поле не воин. А я говорю на основании Писания, один в поле воин. Самсан, один в поле воин. А? Ослиной челюстью разворотил все. Вырвал ворота и унес. Да взял льва и порвал ему пасть. Давид, один в поле был воин против Голиафа. Иисус Христос, один в поле в пустыне, но он воевал с дьяволом один на один. Церковь и каждый из вас должен один на один вести победу, вести сражение и побеждать. Один на один. Аминь. Аллилуйя. Я не призываю, чтобы мы друг за друга не молились, но я призываю, чтобы ты чаще сам становился на колени и долбил, долбил, долбил бесом. Аллилуйя. Сам, лично. Пастор, помолитесь за нас. Брат, помолитесь за нас. У меня проблема. Брат, когда ты уже 30 лет верующий, и ты до сих пор и тебе нужна ручь, понимаете, чтобы пастор тебя вскормил, и ой, слушай, ты ненормальный? Нет, ты сразу же, ты ненормальный? Ненормальный, понимаете? Это неправильно, это в корне. Если это новообращенно, дело другое. Но если ты 15 лет веруешь, и тебе нужно, чтобы тебя кто-то тащил в Царство Божье, ты не правишься. А знаешь, в чем неправильно? Потому что ты не молишься, не читаешь Библию, не слушаешь послания, и твой внутренний духовный человек Рахид. Да, аминь. Рахид. Убери от тебя пастора, ты скончаешься. Есть такие церкви. Уберите, дайте пастору, куда идти ехать на полгода, церковь развалится. Гарантирую, развалятся напрочь все. Почему? Потому что не утверждаются лично в Иисусе Христе. Но я также знаю церкви, у которых пастыря по 15 лет нету. И таких людей там ничто не разгонит. Аллилуйя. Потому что они Духом Святым за якорь, они держатся в Слово Божие, у них нет ни проповедника, ни пастора. Нету, понимаете, нету. То есть братьев Слово же не выдавишь, правильно? Не заставишь же их. Давай, давай нам тут, давай. Нет, но они стоят. А у некоторых есть пастора, все есть, пастора полгода нет, все, церкви хана, конец. Дьявол ее разворотил. Ненормально, слышите? Абсолютно ненормально. Приходят всякие еретики и прочая ерунда, вылазит, и люди не способны победить, правильно? Не способны. О, церковь, это позор, если такие имеются люди. Не-не-не, так нельзя. Вы должны быть крепкими, сильными, мужественными. Вы должны быть в шлеме. Вы должны быть со щитом. Вы должны быть с мечом. У вас ноги должны быть опуты. Видите? Аллилуйя. Вы должны сражаться. Аминь. 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 Потому что воин не тот, который, знаете, я всегда говорил, Бог не делает так с нами. Посадил, обмундировал, посадил нас в клетку, знаете. И кругом тигры ходят, а мы из клетки сидим у нас, смеешь. Все. Ну, конечно, кого тебе бояться? Ты в клетке засел. Ты боишься. Ты боишься мелкой передряги. Ой, что это церковь передряга опять какая-то? Чего ты боишься? Чего ты трусишь? Ой, боюсь я. Не хочу испытания. Ой, и сидишь, закроешь в клетке. О, Боже, убереги меня от испытаний, от духовной войны, от всего прочего. Спаси меня, убереги. Чего убереги? А как ты собрался воином быть? Посмотрите на любого спортсмена, прежде чем он ставит мировые рекорды, сколько он проходит тренировок. А? Сколько у него будет шрамов, взлетов и падений. Но это тренировка постоянная. Видите? Ради какого-то там соревнования, получасового, часового, он проходит несколько лет. И ради того, чтобы мы могли быть настоящими воинами, мы проходим тренировки, закалки. Потому что всякий приходящий сын к Богу испытан, проверен, наказан. А если испытания не выдерживают, незаконно рожденные дети и никакие не сыны. Аллилуйя. Поэтому любое искушение, битву мы должны принимать, ну, на аллилуйя. Не на ура. На аллилуйя. Слава Богу за проверку. Мы сейчас все испытаем, возьмем Библию, послание и повоюем. Аминь. Почему бы нет? Почему бы не повоевать? Не размять иногда свои мышцы веры. Правильно? Не закрылся от всего. Ой, меня не трогайте. Моя хата с краю. Пусть там пастырь разбирается. Давай, все на него сейчас взвалим или на кого-то. Он духовная спина крепкая выдержит. Правильно? Не, мы должны воевать. Аллилуйя. Аминь. Потому что Бог хочет тебя видеть победителем. Бог хочет видеть тебя мощным христианином. Аллилуйя. Так, наши имена записаны, как имена наследников в Слове Божьем, которая называется книга искупления. Это Библия. Но мы еще не приняли своего наследства. А поскольку того, как вы будете проверены, и вы растете из ребенка во взрослого человека в Иисусе Христе, и вы получаете венец жизни, которую он обещал любящим его, а это значит, что мы царствуем со Христом, как цари в духовном царстве, господствуя над грехом, над миром, над похотью, над дьяволом, и являем Бога и Его славу, и мы будем скоро царствовать с Ним на земле в мирном миллениуме. Но здесь мы воюем. Ты еще свой меч не опустил? Я хочу, чтобы ты сегодня проверил свой меч. Не заржавел ли он у тебя? Аминь. Не заржавел ли твой меч? Не заржавела ли твоя духовная борьба? Не заржавели ли твои молитвы? Не заржавел ли ты сам внутри себя? Если ты заржавел, тебе пора встрепенуться, брат, сестра. Тебе пора, если у тебя есть запинающий грех, который постоянно тебя давит, то Писание говорит, сбросим с себя всякое время запинающий грех. Я просто люблю этого человека, Самсона. Посмотрите на него. А Самсон представляет церковь этого времени. Самсон хороший пример для настоящего мужа Божьего. Посмотрите, он воевал, он все делал, побеждал. Но там женщина, Долида, которая мир представляет, она выудила из него секрет силы. Верно? И этот мир ослабил. Вот почему церковь ослаблена, когда церковь начинает вводить дружбу с миром. Церковь становится ослабленной. И что делает этот мир, когда мирское входит в церковь, когда мирские взаимоотношения в церкви на уровне бизнеса или чего-то мирского и не больше? Церковь слабеет и становится духовно слепой. Мир выкалывает глаза церкви, как дьявол выколол глаза Самсону. Правильно? И этот герой веры победитель, он сидел, понимаете, он был никто. Они делали из него шоу, они над ним смеялись. И в один прекрасный день они решили окончательную вечеринку заделать насчет этого человека. Вывели его, он там жернова молол. Правильно? Вывели его с мальчиком. Но посмотрите, он внутренний характер. Он согрешил, да? Он с женщиной спутался, да? Ему отскригли его косы. Но пока он там проходил свои наказания... А почему? Заигрывать начал. Церковь, никакой флирт с этим миром никогда к доброму не приведет. Никогда. Запомните, молодые люди, если вы в мобильниках или в интернете заигрываете, играете там с мальчиками, девочками, я вам гарантирую, 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 вас это к доброму не приведет. Если мы ходим по грани, к доброму не приведет. Мы не должны ходить по грани с этим миром или с чем-то. Мы должны быть за гранью. Мы в свете, а там тьма. Но если ты встал на грань между светом и тьмой... Ты вот так. Кто знает, что это за духовное состояние? Ты вот так стоишь. Вот так. Ты вроде бы в Боге, но тебя чуть-чуть раз туда, время от времени, вот так. И знаешь, ты так долго не простоишь. Рано или поздно, куда дерево твое склоняется, туда оно и упадет. Не должно быть на грани. Не должно. Мы должны быть за гранью тьмы, в свете. Аминь. Аминь. Поэтому Самсон, когда начал с ней флиртовать, заигрывать, знаете, как мужчина, начал еще кичиться. Ну, если мои волосы в ткальную колоду запрячь. Он просто ей демонстрировал, как мужчина, на что он способен. Доигрался. Ну ладно потом. Размягчила она его сердце, ублажила его. Ну ладно, я тебе скажу, в чем секрет. Сказал на свою голову. И конец. Понимаете? Это грань. Она ни к чему хорошему не приведет. Если ты сегодня стоишь на грани, как молодой человек, или молодая девушка, или может и взрослый мужчина. Если ты стоишь на грани, я тебе советую, просто возьми, перекинься в другую сторону света. Грань – самое отвратительное состояние. Самое противное. Либо будь горячий, либо будь холодный. Но так как ты теплый на этой грани, Бог говорит, я тебя вообще могу выплюнуть из уст моих. Будь в свете. И когда Самсон дошел до этого состояния, потерял глаза, так же и с церковью. Она становится слепая к духовным вещам. И дьявол смотрит на нее и просто ржет с такой церкви. Он смеется с такого верующего. Правильно? Он просто издевается. И они вывели его поиздеваться над ним. И этот мужчина, который все побеждал, который выиграл все духовные битвы, он вышел, но волосы-то там, пока он терпел. Они все-таки отрастали. И он говорит, мальчик, подведи еще один шанс. Слышите? Брат и сестра, если ты на грани, если ты совсем ослев, если ты уже стал никакой, послушайте, для тебя есть еще один шанс. Посмотрите на этого человека. Он говорит, мальчик, подведи меня к столбам. Подведи меня. Представьте на его жизнь. Я могу представить всю его внутренность, все его состояние. Он говорит, мальчик, подведи меня. Я хоть что-то дозделаю. Верно? И я представляю, как этот человек подошел между двумя столбами. Он говорит, подведи меня, мальчик. Возможно, он шатался, держался одной рукой на ощупь, но он сказал, подошел ослепший, подведи меня. И он должен был встать между ними. И он сказал, еще раз, Господь, и умри моя душа с этими филистинлянами. И все. Вы видите его внутреннее, эмоциональное, духовное состояние. Он был в муках рождения. Он не сдавался. И я говорю тебе, не оставайся. Скажи, Иисус, дай мне один шанс. Еще один раз. И пусть плоть моя умрет вместе со всеми бесами, но я их буду побеждать. Имеет значение, сколько раз ты завалился на сторону мира. Сколько раз ты упал. Братья, сестра, пусть тебя это не угнетает, не убивает. Но сегодня тебе, говорит Господь, давай вставай. Вставай, скажи, давай еще один раз. Бог говорит, я дам тебе шанс. Давай вставай. Я был в одном магазине. Я увидел хорошую картинку. Стояла цапля. Может, вы видели такую? И у нее наполовину лягушка в ней, и лягушка своими лапами передавила ей горло. И вверху написано, никогда не сдавайся. Аминь. Да, я бы заблокнула всю жизнь. Слышите? Церковь, брат мой, сестра, если тебя дьявол поглотил наполовину, ну возьми же ты своими руками веру и перекрой ему горло, чтоб он тебя не поглотил. Верно? Никогда не сдавайся! Никогда! 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 Не сдавайся! Аминь. Аминь. Просто перекрутила горло. И наполовину. Одни задние лапы я сысклюла. Но она перекрутила. Дьявол, может, ты меня наполовину заглотил? Но вот тут, сатана, ты меня не переваришь, слышишь? Я умру, но умру, как геройская шапа. Аминь. Аминь. Замечательно! Не сдавайтесь, дорогие мои, никогда! Бог будет с вами. Он даст нам силы. Вы должны уйти, как герои с этой земли. Аминь. Как ушел Самсон. Посмотрите, да, несмотря на его грехи, но молодец, потому что семя Божье устойчивое, упрямое, относительно, слово. Оно такое твердое. Я все сделаю. Алилой, ну не сдамся. И Бог любит таких. Посмотрите на Иакова, хромой, понимаете, на одну ногу по плоти, на вторую ногу в духовном смысле, хромой. Хромой на две ноги. Но он хотел первородства. Он знал, что он негодяй, но он говорил, я его хочу. И Бог говорит, молодец, я его именно тебе и дам. Я даже не посмотрю на то, что этот по закону первородства должен получить и сам. Я отдам тебе. Я отдам тому, потому что Бог посмотрел на сердце в этом случае, а не на закон первородства. Аминь. Слышите? Аминь. И может быть, ты не по своему, по закону первородства, ты, может быть, и не подходишь на какие-то критерии, но Бог смотрит на твою внутренность. Аминь. Бог вознаградит тебя за твое усердие. Алилуйя. Если ты всей своей жизнью Ему отдаешься, Он тебя вознаградит. Обязательно, брат и сестра. Алилуйя. Поэтому, когда вы себя осветили Словом Божьим, вы осветились, и вы имеете правильное поведение Божье, по Его Слову, вы послушны. Что бы ни говорил этот мир против вас, Бог отводит вас в сторону, и вы получаете постановление на позицию Сына и свое наследие. Вы получаете позицию авторитета. Алилуйя. Так же откровение приносит авторитет божественный в твоей жизни. Но имел этот авторитет. Авраам имел, Моисей имел, апостолы имели. Как? По откровению. Во-первых, они знали, кем они были, кто такой Бог и кто такой дьявол. Они знали войну, они знали свое место во Христе, свою позицию, и они доказывали себя верными. И когда мы доказываем себя верными в проверках, в испытаниях, и мы поступаем правильно, понимаете, и мы воспитанные Святым Духом и приходим к правильному пониманию и откровению Слова Божия и прошли все проверки, тогда Бог что делает? Он просто отводит тебя в сторонку и совершает посещение ангелам процесс усыновления. Если ты не притворялся, если ты был верным, ты прошел все, ты выдержал, особенно это для служителей, это очень сложно, когда тебе нужно выдержать все проверки в церкви, все проверки со служителями и с чем бы это ни было, ты должен остаться верным Иисусу Христу. Запомните, Бог не верит, что Бог в это время призывает христианина быть пастырем, апостолом и учительным, который не может выдержать проверок в слове или испытаниях. Не верю я в это! Не верю! Богом призванный муж, он пройдет любое испытание и останется со словом Божьим. Пророк Бранган сказал, я лучше буду сидеть под деревом ручья и есть сухари, и у меня будет в церкви пять человек, но я буду со словом. Чем продать свое первородство за популярность, за то, чтобы все церкви тебя принимали, нашего любимого апостола-евангелиста. Все! Не бывает так. Аминь. Когда я прочитал в Библии апостол Павел, великий муж, говорит о себе, я прошел там все эти страны, все церкви, аслужите внимательно, он говорит, ни одна меня не приняла, кроме вас. Не помню, какая церковь была. Слышите? Он говорит, меня ни одна не приняла. Я читаю, думаю, Иисус, не пойму, это христианские церкви, почему они не принимали апостола? И знаете, что я услышал в сердце? Они не принимали, потому что Павел не шел на компромисс с Абрикой. Аллилуйя, хвала Господу. Это мое удостоверение в сердце. Такое. Они не принимали, потому что он был бескомпромиссный человек. У него не было лицеприятия. Он не заискивал перед пасторами. Он не заискивал перед апостолами. Когда он пришел и увидел Петра, который Петр и Варнава с язычниками сидели и ели, понимаете, апостол с ключами от царства лицемерил. Лицемерил и Варнава подпав под авторитет Петра. Знаете, какое это искушение? Ой, я говорю, позор всем, которые заискивают перед пасторами, перед какими-нибудь слушателями. Знаете, заискивают, лишь бы быть с ними рядом. Ой, вообще позорище, понимаете? И это, это реальность. Посмотрите, это апостолы, это отцы наши. Но и они, понимаете, иногда на грани были. И апостол с ключами сидит лицемерят. И теперь видят этого брата Павла и знают, слушай, этот Павел, ну это же сейчас выдаст. Это же вообще. И они так, ого, ой, ой. И Павел, он не сделал так, как сегодня учат. Вообще, что он сделал? Представьте, язычники сидят, люди. А он говорит, а я встал, прямо при всех сказал. Сегодня некоторые из верующих обвинили бы Павла не в братолюбии и сказали бы, ты что, разве можно апостола так? Да при всех, которые с ключами царства. Ну, что, я что, тут фантазирую стою? Ну, давайте, давайте. Я тут не стою фантазии, не рассказываю. Один апостол, муж Божий, при всех, упрекает другого апостола. Он не отвел его в сторонку. Петр, ну, по-образски, что ты вообще, ты, ну, где, да, он прям при всех. Ты чего этих тут убеждаешь так жить, а сам ты как живешь, а? Еще и этого варнаву в лицемерие залез тут вместе с тобой, а? И мне, послушайте дальше. И я не видел, чтобы Петр обиделся, покраснел, ушел и сказал, больше я с Павлом не общаюсь. Моя церковь больше не будет, и мои люди больше не будут с этим Павлом общаться. Беспорядочные при всех так меня унизил. Так, братья и сестры, с церковью Павла никто не общается, на съезды Павла не ездить, собрания Павла не посещать, и его письма не принимать. Там знакома, да, история? Знакомы, да, истории? Такие? А? Как он смел меня при всех? А так и смел, это не был он, это был Святой Дух, у которого нет предприятия. Святой Дух не лицемер. И я так скажу, я очень ценю братьев, которые могут мне в глаза сказать прямо, я уважаю таких. А когда я вижу, которые вокруг меня заискивают, лицемерят, видел таких воображения, такой помазанный, ты так со властью говоришь. Ну, думаю, что ты там льстишь, я же знаю, что ты обо мне говоришь за глазами, что ты тут рассказываешь тут мне. Понимаете? Один пастор мне сказал с огромной церкви, Девятяров, ты бы у меня в церкви никогда не проповедовал. Я говорю, а почему? Вообще-то я и не прошу. А потому что ты учишь, ты, говорит, как пятидесятник, ты, говорит, в дары духовные веришь. Перед людей назад ведешь к пятидесятникам. Я говорю, я там не был, я даже не знаю, кто такие пятидесятники. Ну, в смысле, так, знаю, не знаю, я не был ни у баптистов, ни у хори, я из мира вот так попал и все, аминь. Для меня это все дико основное. Попал вот так и все сразу. Поэтому у меня все эти динаминации, я знать их не знаю, понятия не имею. Они мне неинтересны. Я говорю, ну, почему? она говорит, брать Женя, ты знаешь, а мне нравится, как ты проповедуешь. Ну, я, говорит, так не могу проповедовать. Но тебе я у себя все равно не дам. Я говорю, да, я и не прошу, я что, пришел, напросился, что ли? А мне и не надо триста лет, я ничего не теряю, если я не проповедую. Мне и так неплохо живется с Господом. Понимаете, все это лицемерие, лицеприятие, заискивание перед служителями, лицемерие, понимаете, лицеприятие. Библия что говорит? Лицеприятие это что? Грех. Написано, лицеприятие это грех. И Павел говорил, об особо знаменитых они, говорит, для меня, как он там правильно сказал, не, никак, короче, не повлияли на меня, никак. У Бога нет лицеприятия, и у его слух тоже. Знаете, мне вообще, знаете, чем бранхом нравится? Я его когда начал слушать, думаю, вот тут и мне нравится. Настоящий мужчина, настоящие слова, а не какой-то здрасте, извините. Мне, знаешь, этот пример вообще классный. Мне просто нравится. Он рассказывает, приезжаю в одну церковь, пригласили его проповедовать. Заходит он в дом к пастырю, и пастыр его знакомит со своей женой. Брат Бранхан, это моя жена, крещённая Святым Духом. Слушайте, внимательно. Не, послушайте, это был ваш пророк. Послушайте. Он, говорит, она выходит, не помню, а, то ли юбка в обтяжку, просвечившаяся, облегающаяся, накрашенная, стриженная. Кто, казалось бы, тебя за язык тянет? А он прям там говорит, брат, она не святая и не крещена Святым Духом. Поещите по поисковику, я вам не лгу. Подожди. А сегодня, когда слышишь, приезжают англоговорящие, русскоговорящие куда-нибудь, и они, мы всё знаем, что творится в руках. А что вы молчите, а? А? Что вы молчите, а? А, вы себе цену набиваете, а? Вы хотите завоевать сердца людей, чтобы они вас на ура принимали, Вы хотите пастору лицемеру вы молчите, а потом кто-то вам говорит, а ты знаешь, что он творит? Да я знаю, знаю, всё. Я понимаю, но я приезжаю, я ради людей. Ты не ради людей приезжаешь, ты ради себя приезжаешь, просто приезжаешь ради попроповедовать. А ты скажи истину, тебя больше не пустят, и брат, он говорит, я пастору сказал, она не святая. И он говорит, больше меня в эту церковь не приглашают. А ведь мог бы сказать, ну, ради людей промолчу, попроповедую, главное. Видите, понимаете, брат ему очень прост, понимаете, он не искал себя популярности, всё, его отправили сразу оттуда, и больше его не смогли туда. Казалось бы, ну промолчал бы, ну, не зашёл бы, я не думаю, что он орал там на ней, ты бодница, я думаю, он в простите сказал, по-братски, просто брат, ну, я понимаю, может, не хочется, чтобы она у тебя была святая, но она у тебя не святая, брат. Всё, меня там больше не было. А? А вам слабо так, пастора, учителя, апостола, кем вы там себя назвали? Вам слабо так сказать? Вам слабо, обличить во грехе публично вашего соработника, соапостола или сопастыря. Не в гневе, понимаете, не в плане политики, в плане подавить, а как есть, в простоте. Или сказать в лицо брату, брат, ты не прав, а ведь это вражение любви. Если я люблю свою жену, я буду всегда ей что-то говорить. Если моя жена любит меня, она будет всегда мне говорить. Если я люблю свою брата, я буду ему всегда говорить. Спросите у Александра Добрососка, он часто со мной ездит. Мы многое разговариваем напрямую. И нормально? Аллилуйя. Неплохо. Понимаете? То есть, братские отношения во Святом Духе это правильно. Библия говорит, наблюдайте друг за друга. Там не сказано, контролируйте, это для вас, контролеров. Там сказано, наблюдайте, чтобы кто-нибудь не лишился благодати Божией, и чтобы не возникнул горький корень, чтобы им не скранились многие. И так Бог хочет, чтобы Его Церковь была святая. Бог хочет, чтобы Его Церковь стояла в откровении. Когда человек доказывает себя верным, то, что делает Бог, он берет его к себе. И перед ангелами он делает нечто для него. Он поднимает его в присутствие Божье, одаривает его и наполняет его, и выставляет его на обозрение. Вот в какой мы живем период церкви. Аллилуйя! Когда Бог посещает нас ангелом. Я верю, что этот ангел из Откровения 10 это Иисус Христос. И он смотрит, ну кто же будет стоять за истину? Кто возвысит голос за правду? Неужели все трусы, и никто не хочет поднять меч, и никто не хочет сражаться? Ну, моя церковь с краю, моя хата с краю, ничего не знаю. Мы не хата с краю, не церковь. Мы тело Иисуса Христа. Поэтому проблема моего брата это моя проблема, проблема церкви это моя проблема. Аллилуйя! Видите? Потому что я не просто тут гость, понимаете? Я часть тела Иисуса Христа, которым и вы являетесь. Аллилуйя! Правильно? Да, Аминь! Мы части тела Иисуса Христа, и мы как члены тела Иисуса Христа ведем духовное сражение, в котором мы должны побеждать. Мы сами по себе, моя хата с краю, моя церковь с краю. Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Мы ведем войну против бесов, которые атакуют тело Иисуса Христа. Поэтому, если мы как служители Божьи, мы защищаем не только свою церковь, местную, то мы защищаем и другие. Мы защищаем тело Иисуса Христа Святым Духом от закваса. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Ведем войну, доказать себя верными, и тогда Бог нас может усыновить. Аллилуйя! Аминь! Видите, это духовная война. Не опускайте свои мечи, сражайтесь, дорогие. Ведите победоносную жизнь, и Бог вас благословит. Аминь! Я опять так и не прочитал второй день в своей заметке. Но я думаю, что Господь, то, что я говорил, я говорил из сердца, дабы от избытка сердца не ворят уста. Я говорил, так как вижу я, так как христианин, как рожденный сверший человек, так как я вижу, так как я вижу, как нужно жить, вести сражение, вести войну, какими надо быть, чтобы действительно, глядя в глаза тем героям веры, чтобы нам не было, знаете, стыдно. Аминь! Понимаете? Чтобы когда наша жизнь закончится, чтобы нам не было стыдно посмотреть в глаза Иисуса Христа, чтобы нам не было стыдно поглядеть в глаза Петру, Павлу и всем остальным, которые не шли на компромисс. Может, делали ошибки и спотыкались, не без этого, но их сущность, их жизнь не шла на компромисс. Они вели сражение, Аллилуйя, они воевали. И сегодня время сражаться за истину Божью, вести сражение. Не быть всем хорошим, всем хорошим не будешь, послушай, не будешь. Горе вам, если все люди говорят о вас, хорошее. Если ты хороший для всех, если у тебя нет врагов, брат, это сразу говорит, сестра, с тобой что-то не в порядке. Значит, ты для всех подыгрываешь на все стороны. Если ты стесняешься высказать свое мнение или мысль, правильно, если ты подыгрываешь, то, конечно, у тебя будет масса друзей, подруг и всех. Но если тебя люди знают как человека слово, запомните, я хочу, чтобы каждого из нас знали, как человек слово. Вы знаете, человек слово, сказал, сделал. Все. Если сказал нет, значит нет. Если сказал да, значит да. Таким был Иисус, такими были апостолами. Не то, что ты сказал да, но тебя переубедили, но нет, или ты сказал нет, тебя переубедили, но да, и знаешь, тебя колеблют туда-сюда, как марионетку. Понимаете? Нет. Так не должно быть. Мы должны быть человек, слово. Но вот этому слову. Аминь. Аллилуйя. Если тут сказано да и аминь, мы говорим да и аминь. И не важно, кто спорит с этим словом. Мы не спорим. Аллилуйя. Но церковь Божьего нет обыча спорить со словом, подгоняя его под самого себя. Да, аминь. Аминь. Но мы себя, Духом Святым, подгоняем под это слово, чтобы вырасти, имея облик совершенного мужа, чтобы его добродетели выразились в нас, были обточены Святым Духом, чтобы церковь подошла к главному камню и чтобы произошло триумфальное запечатление Святым Духом, которое преобразит наши тела и проявит нас как сыновей Божьих. Аллилуйя. Вы хотите быть такой церковью? Аминь. Я да. Я хочу, глядя на жизнь апостолов, глядя на жизнь тех, как верь, вести жизнь победителя. Я хочу быть победителем. И вы хотите. Я верю. Я попрошу, чтобы музыканты сейчас играли. Играйте мелодию. Давайте мы возвесим наши голоса. Давайте мы посвятим себя Иисусу Христу еще больше. Пусть наша жизнь будет посвящена Ему. Давайте посвятим себя. Пусть эта церковь будет посвящена Иисусу Христу. Пусть вы будете осознавать, что вы являетесь телом Иисуса Христа. Аллилуйя. Где вы являетесь одним телом, одним организмом. Аминь. Где каждый из вас должен сражаться, вести духовную войну за брата или за сестру, который должен участвовать в нуждах другого. Аллилуйя. Радуясь с радующимися, плакать с плачивающимися. Аллилуйя. Сражаться со сражающимися. Поднимать слабых. Верно? Вы почему? Некоторые из вас в церкви слабые. Вот такие есть. Некоторые из вас сильные. Но Бог делает сильного сильным для того, чтобы сильный шел впереди. Через эти заросли этого мира и мечом слова рассекал дорогу для церкви Иисуса Христа, чтобы слабые могли поддерживаться сильными. Аллилуйя. Видите? Вот для чего сильные, вот для чего слабые. Написано, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Любите друг друга от чистого сердца. Несите бремена друг друга. Не лукавых людей, но действительно посвященных людей, которые в чем-то ослабли. Не добивай слабого, но подними его, а добивай дьявола в жизни человека. Поэтому мы не обличаем людей, мы обличаем дьявола, который прикрепляется к людям или к церквям. Что значит обличить? Обличить, то есть открыть истинную личину человека. истинное лицо. То есть сорвать маску и обличить. То есть ты не говоришь, брат, ты этот такой, но ты говоришь, брат, вот он дьявол, который прикрепился к тебе, и я обличаю дьявола, и я показываю лицо дьявола, который к тебе прилип. И если послушать, я брат, приобрел ты брата твоего, а если не послушать, к сожалению, такое было. Некоторым попущено идти своими путями, некоторым попущено, как сказал апостол Павел, собирая пресвитеров. Он сказал, братья, когда я уйду, среди вас. Можете себе представить, когда-то эти люди были ротоположены, пресвитерами, и думая не абы как кто были, а одарованные, помазанные, но в середине пути они желают чего-то своего, и Павел говорит, прямо среди вас восстанут лютые волки, нещадящие стадо. Можете себе представить, а ведь это были братья, которых, возможно, Павел рукоположил, с которыми он разделял хлеб, беды, страдания и радости, и теперь Святой Дух свидетельствует, некоторые из вас волками станут. Дорогие мои, поэтому не важно, как человек начал, а важно, как он идет до конца. Многие начинают правильно, но заканчивают плохо. Многие начинают по духу, а заканчивают плотью. Многие начинают искренне, а заканчивают лукаво. Но вам, сыновьям и дочерям Божьим, сказано, более хранимого хранимое сердце, потому что из него источники жизни. Если ты служитель, Бог тебя помазал, и ты это видишь и знаешь, храни свое сердце. Искренне будь всегда. Будь всегда искренен, как дочь Божья, сын Божья. Храни, братья и сестра, больше всего свое сердце. Храните свое сердце. Храните сердца друг друга. Храните сердца мужей, жен, детей. Храните. Храните сердца служителей. Аллилуйя. Молитесь за них. Потому что они несут тяжелое время. Это не просто выйти языком, поболтать, чтобы людям понравилось. Это огромная ответственность. Потому что Библия учит. Те, кто учат, они будут подвергнуты большему осуждению, то есть большему спросу. Понимаете? Если ты никогда не нес служения, ты не знаешь, что это такое. Аминь. Пророк сказал, если вы хотите служения, вы не знаете, чего вы вообще хотите и чего вы просите. Это большущая ответственность. Учись людей. Это большая ответственность. Проповедовать, говорить им огромное. Есть один секрет. Хранить свое сердце в блаженной числе сердца. Аминь. 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 Давайте споем. Аминь. Аминь. Ты очист, и я здесь пред тобой. Подсветой, если я ты, то возьми же Ты меня, мой Господь, いて мой. О, Юанца Святого, о Боже, Ты очисти, я здесь пред Тобой.